Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать каждого на моем канале! Рада вас всех приветствовать! У меня обалденное настроение! Решила заказать себе Макдональдс. Вот такие вот тосты с сыром, чай. Это, кстати, будет мой завтрак. Время совсем рано. Я встала рано. Вчера не снимала для вас контент, просто потому что была в роли фотографа. Попробовала себя в роли фотографа. Вообще, если честно, я очень слаба по поводу фоток. То есть видео, я могу классное видео снять, смонтировать, но сделать хорошие фотографии. Это вообще не мой конек. Но меня попросил мой брат. У меня еще родился маленький Эмильчик. В общем, вчера я ходила его фотографировать. Я снимала, кстати, влог. Обязательно вам все покажу. Как что я снимала Эмильчику сейчас ровно месяц, когда пройдет 40 дней, мы будем отмечать в ресторане. И там на фоне будут его фотографии под музыку, возможно, или что-то такое. Я попробовала себя в роли фотографа. Мне безумно понравилось. Если бы не блогинг, я бы с удовольствием занималась фотографиями. Особенно маленьких детей фотографировать это вообще. Я бы просто с удовольствием этим бы занималась. Вообще, знаете, что я поняла? Любая творческая профессия приносит невероятно много эмоций. Ну, сейчас вот есть хорошие фотографы, которым просто так не попадешь. Там просто надо записываться заранее. Такие качественные фотографии они делают. Я фоткала на Canon 700D. У меня получились вот такие фотографии. Конечно, не супер вау, но я старалась. Посмотрела в ютубе туториал, как настроить камеру, чтобы она прям хорошо фотографировала. Вроде все настроила. Вообще, просто их семейные фотографии сделала. В общем, вчера с Ring Light, со всем своим оборудованием пошла к ним. Реально так удобно, что мы живем в одном дворе. Раньше мы жили недалеко друг от друга, но не в одном дворе. Потом они продали эту квартиру и переехали к нам во двор. И это стало безумно удобно. Просто соседнее здание. И в гости ходить, и возвращаться вечером. В общем, мне наше здание не очень нравится. Я не советовала им переезжать сюда. Мне не нравится МТК. Например, моя квартира. Там МТК мне гораздо больше нравится, чем наш. Во-первых, у меня коммунальные услуги дешевле стоят. Во-вторых, у меня там классный подземный паркинг. Просто огромный. И самое главное, лифт работает просто так. Не с вот этой пипикалкой. Курьер, надо спускаться. Гости пришли, ты должна спускаться и их встречать. Потому что лифт не работает без этого жетона. Это очень неудобно. Вообще, я поняла, как бы решила для себя, что мою первую квартиру, мою первую квартиру. Это что значит? Значит, Айка планирует еще что-то купить. В общем, вот эту однушку я никогда не продам. Вот в комментариях меня спрашивали, как там дела с квартиросъемщиками. Все хорошо, все отлично. Живут они. Самое главное, платят вовремя. У меня, например, у подружки, у них там квартиросъемщики такие какие-то странные. То платят, то не платят. То что-то у нас не получается. Я это не понимаю. Не понимаю в том плане, что, например, в банке ты платишь за кредит. Каждый месяц такого-то числа ты должен платить. Иногда замечаю у своих знакомых, там, не знаю, по полгода квартиросъемщики не платят за жилье. Но потом бывают моменты, что даже кидают. То есть, например, живут полгода, потом собирают манатки, отдают ключи, например, какой-то соседке, и все сваливают. Ищи их, потом докажи, что они тебе не заплатили. В этом плане лучше сдавать имена через-через знакомых. У меня в этом плане квартиросъемщики очень прям, знаете, так точно все выплачивают. Каждый месяц, в начале месяца перечисляют мне деньги на мою карточку. Есть одно здание в Хазиасланове. Кто живет в Баку, тот, наверное, знает. Около метро там есть Нептун. И вот Нептуновское здание. Такое бежевое. Я бы очень хотела там квартиру. Мне это здание безумно нравится. И, кстати, мне в комментариях спрашивали, Айка, почему вы с вашим парнем не женитесь, что вам мешает и так далее. Сколько лет вы встречаетесь? Я бы хотела вам объяснить. Ребят, сначала, когда мы познакомились, он учился в Италии. Он должен был закончить обучение. после того, как он закончил, приехал, он пошел в армию. Армия, там началась война и все дела. Закончил армию, он начал искать работу. Сейчас вот только-только нашел работу. Сейчас у него период стажировки, как я понимаю. то есть я не могла выйти замуж за него, когда он был в армии или он, когда он учился. У человека должна быть стабильная работа, должна быть недвижимость. Нужно решить квартирный вопрос. Это тоже потянет. Мне, знаете, я жила в России, мне очень нравилось то, что русские девчонки спокойно могут со своим парнем, например, жить в съемной квартире. У нас можно по пальцам пересчитать на людей, которые выходят замуж за парней и живут, например, на съемной квартире. У нас так принято. Она считает, что мужчина должен решить вопрос с жильем. Девушка приносит приданные. То есть это и мебель, это и какая-то утварь, посуда, занавески, люстры. Это все должна сделать девушка. вообще у нас даже когда девушке там, не знаю, 17 лет, начинают собирать для нее приданное. потому что сразу все это купить обходится очень дорого и собирают приданное. Но я, если честно, не хочу собирать. Могу объяснить почему. Лучше я оставлю деньги. Я так предпочитаю, потому что все должно дополнять. Например, я куплю, например, тостер, а он не будет подходить к моей кухне, к примеру. Не будет сочетаться с фурнитурой. Поэтому я предпочитаю лучше всего просто оставить денежки в банке, купить, а потом все вместе купить. не то, что один вот такой бокал у меня, тот вот такой вот, взять все комплектом, чтобы все дополняло. Поэтому я оставляю денежки, оставляю в банке, не советую никому держать деньги дома. у меня иногда дома нету налички даже просто пойти в супермаркет. До такой степени у нас доходит. То есть налички нету от слова совсем. и даже у меня деньги не на карточке, а именно на депозите. Почему могу объяснить? Потому что депозит это очень выгодно. Дома у вас лежат деньги под подушкой. Как было например 100 рублей, так и осталось 100 рублей. А положили в банк, получили процентики. Правда на доллар такие уже высокие проценты не дают. Но все же хоть какая-то копеечка. У меня например дядя не очень склонен верить банкам. Но я наоборот. Чем дома это может лежать? Да не дай бог конечно. Не дай бог. Хотя просто к примеру деньги у вас дома. И не дай бог начался пожар. Грабители. Еще что там. Я даже посоветовала бы моим подписчикам просто открыть например карточку и например сделайте вид что типа вы курите каждый день например 5 монат или 5 долларов откладывайте на эту карточку. И все забудьте про эти деньги. В конце там накопится огромная сумма. девушка я приданые не покупаю. У нас была девочка работала в контакт хоме. В общем она обручилась начала покупать приданые. Купила дофига всего. Даже технику. Так как она работала там она решила там как раз таки купить технику. такая красивая девушка. Такая прям знаете жизнерадостная. И в общем она купила все что ей необходимо. Там и холодильник и телевизор огромный и все 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 даже стиралку. И так получилось потом. Там в катахоме можно купить и оставить. Твой товар просто будет лежать на складе. Она купила оставила. Потом так получилось что парень оказывается изменяет и они расстались. Получается эти вещи тоже некуда было деть. то есть сказать что все покупают все делает мужская сторона женщины ничего нет такого нету. То есть например обставить квартиру если покупать хорошую мебель тоже стоит недешево. В среднем чтобы выдать девушку замуж нужен миллион миллион рублей. Это я так знаете средний вариант взяла. у кого есть деньги тот может стать приданная на 5 миллионов. Это конечно уже дело каждого. Но я так вам среднюю цифру говорю. Тем более сейчас все подорожало. А сторона жениха покупает золото для невесты и покупает квартиру. А очень часто даже просто берет в ипотеку и потихоньку уже молодожены сами платят за свою квартиру за ипотеку. Вот такие вот у нас традиции. Я поела наелась получив вкусно. Спасибо что досмотрели это видео до конца. Я вас всех очень люблю. С